Я часто засыпаю во время медитации. Это может происходить в любое время дня и не связано с истинным желанием спать. Почему так происходит? Мозг контролирует поступление кислорода. Кислород зависит от вибраций. Как только начинается повышение вибраций, мозг уходит в спячку, потому что тета-состояние пограничное состояние. Каждый человек перед сном находится в тета-состоянии. Тета-состояние – это медитативное состояние. Но вот каждый раз ваш мозг сначала переходит в это состояние, а потом засыпает. Когда вы находитесь в этой вибрации, естественно, мозг по старой памяти, по привычке начинает засыпать. Это, знаете, лечится очень легко, если вы медитируете, допустим, сидя или стоя. То есть таким образом тело понимает, что тут как бы никто спать не собирается, даже если мы перепрыгнули в другое, ну, квантовали, подняли в другую вибрацию для мозга. То есть сна все равно никакого не должно быть. Но тело привыкнет, то есть оно просто еще пока не переделало для себя правильный ритм. Потому что мы много жизней не медитировали, все забыли. И мозг точно все забыл. Так, мне иногда снятся змеи. Бывает, что и кусают во сне. Обычно я не помню снов, но когда снятся змеи, просыпаюсь в холодном поту. Потому что в жизни змеи боюсь панически. Если встречаю в природе, вся цепенея от ужаса. Хотя мозгами понимаю, что они меня не тронут. Почему они мне снятся? Одна из жизней была закончена, скажем так, от укуса змеи. Поэтому нужно вернуться в ту жизнь, представить, что у нее последний бросок, у этой там кобры или там еще чего-то, да, перед тем, как вас укусить. Этот момент трансформируйте, перепишите. То есть змея передумала на вас бросаться, передумала кусать, развернулась и уползла. То есть переделайте вот этот сюжет, чтобы его в хрониках не было. Он перепишется и, соответственно, у вас не будет такого панического страха. Вы прекрасно понимаете, что до тех пор, пока змею палкой по башке не настукаешь, она не нападает. То есть змея это такое существо, которое при любых раскладах, оно стремится убежать. Если уж произошла атака, то это только в том случае, что вы либо первое наступили на ее яйца, да, то есть либо пришли воровать ее яйца, либо реально на нее наступили. Ну тогда да, в таких случаях, конечно, змея будет нападать. Ну, наверное, это вот не такое вот, как бы, не так сложно, да, разобраться с этим. И поэтому представьте, что да, там в картинке, что вы там нечаянно приблизились к ее гнезду, вот, отступили назад, и она поменяла свое решение и больше не бросается на вас. Змея всегда уходит от человека, всегда, во всех случаях. Ну, разумеется, если вы прямо на яйца ногой не наступили. Какие сейчас на Земле вибрации? Маятник показывает, что мои вибрации в диапазоне 750-760 герц. Когда задаю вопрос, то бумажки с цифрами я переворачиваю вниз написано. Это похоже на правду? Ну, смотрите, конечно, может. Такое может быть. Ну, вы начинали с вибрации 760, естественно, принесли эти вибрации. Сейчас вы их наберете обратно. Но пока диапазон у всех людей не может, ну, ларьироваться выше 500. Ну, потому что 500 вас просто не будет видно. Да, 520 герц, уже ничего нельзя увидеть. Это будет прозрачная структура. Вот. Другое дело, что ваша духовная часть вибрирует на уровне почти восьмого измерения. Да, вибрирует. Но мы разговор ведем именно про мясо, ну, в смысле про тело. Вот, естественно, да, конечно, ваша духовная структура пришла с высокого измерения и залезла в тело. Ну, да, да, конечно, может. Можно ли с помощью маятника узнать вибрации других членов семьи без их участия? Ну, если вам разрешит Высшее Я этого человека, то есть вы сначала с ним договоритесь, позовите дух человека и спросите у него, согласен ли этот дух, чтобы вы измерили вибрации. И если дух дает согласие, ну, да, конечно, можно. Действительно ли существует жизнь под землей? Об этом я прочла в материалах «Ра. Закон. Одного». Как это возможно? Там же темно и нет еды. Ну, смотрите, вы смотрите на Сатурн, телескоп. Там живет шестое, седьмое, восьмое измерения. Но вы там на поверхности ничего не видите. Там не под землей, там на земле живут. Ну, нам это. Вы же ничего не видите? Абсолютно. Что это меняет? Другая вибрация, другие законы. Да? Ну, как вам пояснить, что такое другая вибрация? Ну, смотрите, у нас есть огонь на свече, есть аргонная сварка и есть лазерный луч. Это все огонь. Это все свет. Если огонь уплотнить, да, то есть вот свет уплотнить, то получится наш огонь, который на свече. Да? Чем плотнее, тем мы видим. Допустим, лазерный луч можно сделать невидимым. Да? То есть спектра довести, и вы его не увидите. Совсем. Ну, глазами или иными. То есть это разность вибраций. И, соответственно, мы в другом диапазоне живем. Там же не третье измерение живет. Конечно, у них свое небо, своя структура, все свое. Конечно, свои растения. То есть другой мир, да, разумеется. Но вибрация – это не третье измерение там. Понимаете? Ну, это квантовую физику надо просто почитать и понять, что такое фотоны, электроны, как это все взаимодействует между собой. Так просто на словах и очень трудно объяснить. Соседи по даче. Милые люди. Отношения с ними прекрасные. Но они сдают свой дом отдыхающим. В результате этого в прошлые выходные у меня были две бессонные ночи. Увещевания не помогли, и я после предупреждения решила дать урок по-плохому. Ранним утром я динамики приемника придвинула к их стене и включила звук на полную, не давая им спать. И теперь думаю, правильно или нет я так поступила, опустившись на их низкие вибрации. И еще одна мысль. Я последнее время замечаю, что разгребаю родовые залежи. У моих родителей всю жизнь проблемы с соседями. Как мне поступить в этом случае? Что здесь вообще напрягло? Ну, дали урок по-плохому. И что? Какая эмоция? Обголодала совесть? Или что? Ну, то есть, дальше последствия какие? Страшно, что карма придет? Или как? Так, карма придет только в том случае, если вы делали это с эмоцией. Если вы что-то делали руками, но при этом никаких эмоций не излучили, вы можете делать все, что угодно. Если вы наблюдатель, хладнокровный, безэмоционально делаете что-то, вы можете делать все, что угодно. Вообще все, что угодно. Поэтому самое главное, карма идет только за эмоции. То есть, если, конечно, вы эмоционально, ах, так, ну вот я вам тоже сейчас вот это, вот это и то-то, и то-то. Ну, тогда карма придет, конечно. Потому что вы именно эмоциями создаете свое пространство и свои события. Да, только эмоционально. Без эмоций можно делать все, что угодно. Никто никого никогда не накажет кармически, если вы эмоцию туда не запустили. То есть, вы находитесь в центре. А на этом построены все восточные школы. Да, они находятся в центре, они могут бить противника сколько угодно и как угодно, но в центре он должен находиться. То есть, у него не должно быть эмоций. Если у него вышла эмоция, он проиграл битву. Все. Там еще под вопрос какой-то был, а, родители. Да, что... Отношения с родителями. Да, конечно, то, что родовая в родовой, если есть программа о том, что нужно с родителями, ну, с соседями научиться правильно жить и взаимодействовать. Да, конечно. Но вот в базовом курсе я как раз вот пояснила людям о том, что человек иногда просит помощи очень странным способом. Да, вот. Когда начинают включать громкую музыку, когда приходят ругаться, да, когда приходят побить вас. Это просьба о помощи, потому что яркий свет, он раздражает, да, и, конечно же, тут хочется либо освободиться от этого яркого света, либо погрузиться в него, либо туда, либо сюда. Но когда этот яркий свет начинает раздражать очень серьезно, конечно, у людей дух просит помощи, понятно. А вот эго, оно хотело бы, конечно, освободиться от всех столбов света, которые ярко тут светят. Потому что эго не очень приятно находиться в высокой вибрации, и они привыкли к своей вибрации, поэтому повышать не собираются. Но дух всегда хочет помощи, то есть он всегда готов сотрудничать. Дух этого человека имеется, да. То есть таким образом ваши соседи, включив громкую музыку, попросили у вас помощи для того, чтобы вы включили свой свет и направили луч света прямо на них. Да, включили, направили, подождали, пока запитаете их тело, пока все золотое яйцо запитается светом. Вот, когда оно все заполнилось, на этом все, все прикроется, закроется. И, соответственно, ну, понятно, что у вас эмоций не должно быть, да, это понятно. Ну, вот так, попробуйте.